Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова возвращаемся на финансовые рынки. Давайте посмотрим за тем, что происходит на них сейчас. Коснемся ключевых фундаментальных событий еще с прошлой недели, поскольку, как и всегда, фундаментальный фон, прошлое тянется и, разумеется, сказывается на динамике тех активов, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Поскольку еще одна неделя прошла, можно сказать, что мы приблизились еще на одну недельку к самому серьезному событию последних месяцев. Это, конечно же, итоги заседания ФРС и публикация процентной ставки, где высокая вероятность того, что этот монетарный курс ведущей экономики мира будет уже пересмотрен и изменен. Мы, разумеется, ожидаем повышения краткосрочных процентных ставок. Но обо всем по порядку. Давайте придерживаться нашего классического традиционного сценария. Разумеется, советую быть максимум бдительными, внимательными, поскольку сегодня, собственно, как и всегда, будет анонсировано еще одно кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Amarkets. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и обменять это слово на бонус. Величина сегодняшнего бонуса 5%. Действует он до следующего утра, то есть до следующего брифинга. Также хочу пригласить вас сегодня на свой традиционный вебинар по понедельникам, правильный понедельник, где мы также пробежимся еще раз по ключевым событиям прошлой недели, освежим представление о фундаментальном фоне, коснемся основных макроэкономических отчетов этой пятидневки, но и традиционным слайдом поставлю конкретные цели по самым основным валютным парам. Разумеется, для объективной картины, может быть, скажем, эти ориентиры будут дополнительным подспорьем, разумеется, у вас есть собственное видение рынка. Я представлю вам свои ожидания касательно как раз перспектив основных тандемов валютных активов, учитывая тот фундаментальный фонд, с которым мы продолжаем работать на сегодня, на текущий момент. Ну а теперь давайте переходить к брифингу. Начнем традиционно с нефти и российской валюты. Торговая сессия пятниц оказалась негативной для черного золота. Мы видели, как бренд снижался, и снова ушел ниже уровня мощной поддержки в 50 долларов за баррель. В целом, мы ожидали такой нисходящий поход, поскольку, опять же, оценка общего фундаментального фона позволила нам сделать ставку, точнее, даже позволила нам не отказываться от прежней идеи касательно коррекции черного золота. WTI и бренд марка нефти не имеет значения, поскольку фон, он характерен в целом для позиций энергоресурсов. Возвращались мы к актуальным объемам производства. В целом, сейчас у нас четкое представление, опять же, факта переизбытка. Этот переизбыток постоянно увеличивается, тем более, что мы готовимся к дополнительным объемам со стороны Ирана. Еще раз повторяюсь, уже представители Ирана сообщили о том, что у них достаточно производственных мощностей, чтобы увеличить уже к первому полугодию 2016 года производство нефти до 4 млн баррель в сутки. Поскольку речь идет о ближневосточном картеле, разумеется, стоит прибавить к актуальным объемам 32 млн баррель в сутки, то есть уже выше квоты 30 млн. В этот объем получается еще большее давление, позиционное, среднедолгосрочное на позиции черного золота. Есть, конечно же, локальный сейчас фактор, который может перерасти в серьезные предпосылки для бычьего ралли. Этим локальным фактором выступают возможные ожидания внеочередного заседания ОПЕК. Но пока это только слухи. Дальше, скажем, слов не идет. Мы прекрасно понимаем, что такая возможность присутствует на рынке, но присутствует она, в принципе, уже довольно-таки давно. Помним, что еще полгода назад настаивала об этой встрече Саудовская Аравия. Сейчас уже Венесуэла, активные призывы, но пока нулевая реакция со стороны, собственно, самого ОПЕК. Пока, если нет подтверждений того, что эта встреча пройдет, значит, у нас нет, скажем, оснований, причин разворачиваться по позиционированию по черному золоту и делать ставку на возможный рост. Допускают, что это может случиться. Но пока этого нет, давайте тогда работать с действительностью, с фактами, с реальной статистикой и не будем, скажем, всецело поддаваться ожиданиям, слухам и вот этим новостным спекуляциям. Для нас преимущественные значения имеют, как и всегда, факты. Поэтому бьем сейчас по золоту через переизбыток. Разумеется, еще ожидаем Иран. Знаем также, что актуальные проблемы для экономического роста характерны для всей мировой экономики. Китай этому поспособствовал основным образом. Сейчас, уверен, в последующие месяца будут постоянно пересматриваться прогнозы по росту экономики Поднебесной. И, разумеется, этот прогноз будет постоянно негативить и показывать нам очень слабые тенденции и предпосылки, в принципе, для этой экономики. Сейчас существуют риски по-прежнему устойчивости, нестабильности китайского рынка. Есть опасения того, что черный понедельник может снова повториться. Разумеется, если это случится, снова пойдут обсуждения, спекуляции на тему того, что рынку энергоресурсов вообще нечего ловить в ближайшие несколько месяцев, потому что слабость Китая будет создавать основания для слабости всей мировой экономики и, соответственно, приводить к снижению спроса на энергоресурсы. Вот это как раз серьезные, конечно же, ожидания. Пожалуй, это единственное ожидание, которое можно использовать в качестве основы базиса для трейдинга. Но и все равно это, в целом, указывает на то, что черное золото можно продолжать продавать, собственно, как мы и делаем уже довольно-таки давно. Следующие причины для коррекции объема запасов нефти в США. Прошлые оценки прошлой недели – это АПИ и данные Минэнергии США. Запасы растут. Я думаю, что если эта неделя, в принципе, повторит факт прироста, у нас будут уже настоящие задатки для тенденций и еще один негативный фактор для позиций Brent. Ну и, конечно же, мы ждем усиления позиций доллара. Поэтому рост американской валюты будет негативным образом сказываться на динамике сырьевых товаров. Точнее, на стоимости всех товаров, цены которых номинированы в долларах. Поэтому у нас куча факторов, указывающих на то, что нефть остается рыночным аутсайдером. И если мы так детально, опять же, анализируем фундаментальный фон, давайте не отказываться от коррекционной идеи и в рамках этой торговой пятидневки. Поскольку уровень 50 уже пал, то есть превратился из поддержки в сопротивление, сохраняются задатки, предпосылки для дальнейшего снижения, ждем возвращения в район 47-46 долларов за баррель. Ну или, в принципе, можно даже уже замахнуться на прежний уровень 45. Я думаю, что до него при сохранении прежних активных торгов и повышенной волатильности, в принципе, остается совсем чуть-чуть. Российская валюта, разумеется, также продолжает копировать динамику нефти. До этого, вместе с укреплением, были созданы основания для роста российского валютного актива. Рубль их использовал, предпринял даже попытку вернуться в район 65 рублей против доллара. Но сейчас уже на премаркете котировки указывают нам на то, что рублю до прежнего сопротивления в 70 уже рукой подать, потому что актуальные котировки 68-60, то есть рубь 40. В принципе, рубль может пройти этот стоимостной интервал, отрезок буквально за считанные часы. Если сегодня мы увидим прежнее давление на черное золото, если нефть продолжит объективность в районе 48, то и сегодняшняя торговая сессия рублем будет закрыта в непосредственной близости уже рядом с уровнем 70. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что наше позиционирование не меняется. Мы как сделали ставку на ослабление рубля, так этот сценарий реализуется. рубль действительно подбирается к своим уже локальным минимальным уровням против евро и доллара. Я считаю, что эта тенденция будет сохраняться. Плюс ко всему, обещал, что на этой неделе мы вернемся к статистике. Разумеется, во вторник-среду актуализируем данные по инфляции. Но уже забегая вперед, хочу сказать, что, скорее всего, риски инфляционного давления будут, они присутствуют, они просто колоссальны. Даже достаточно посмотреть на актуальные цифры, двухзначных уровень индекса потребительских цен. И это уже статистический негатив для российской валюты, что в целом будет также отыгрываться. Но еще и не исполнены, конечно же, долговые обязательства перед зарубежными кредиторами. Я отмечал то, что, в принципе, первая половина сентября она как раз отметится еще большим прессом на рубль, по причине того, что, опять же, будут исполняться эти обязательства. Готовимся, конечно же, и к еще одному фактору теснения позиции рубля против основных конкурентов. Ждем пока 70, но для совсем уж долгосрочной позиционной картины я считаю то, что можем легко уйти выше, потому что сейчас все к этому располагает. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1,1146, хотя допускаю, краем глаза посмотрел на графики, то, что евро снизилось за последние, скажем, несколько минут еще сильнее. Но, в целом, давление фундаментальное на главный валютный риск сохраняется, и мы знаем, что для этого также были созданы все условия. Вспомним, опять же, прошлые комментарии руководителя Европейского центрального банка Марио Драги в четверг, где он весьма недвусмысленно намекнул на факт возможных мер до поддержки со стороны европейского мегарегулятора для экономики. Разумеется, на фоне тех проблем, которые испытывает сейчас валютный блок, без стимулирования дополнительного более агрессивного выкупа активов экономики не обойтись. Нужна помощь, и этой помощи, ну, в принципе, нет куда прийти, кроме как со стороны ЕЦБ. Я думаю, что она не за горами. Мы делаем ставку на возможные агрессивные выкупа активов через увеличение программы QE уже давно. Но прошлый четверг позволил нам убедиться в том, что наше позиционирование было верным, потому что сейчас мы услышали о возможности подобных действий уже со стороны человека, который в конечном счете и принимает эти решения, со стороны президента ЕЦБ Марио Драги. Это серьезный фактор, серьезный фон и основание для того, чтобы продолжать долгосрочно селить пару евро-доллар и делать уверенную ставку на то, что евро в ближайшее время может оказаться на гораздо более, куда более низких уровнях, нежели тем, где торгуется сейчас. В целом, говоря про статистику, в пятницу были опубликованы еще данные по промпроизводству Германии, но здесь, учитывая последний, опять же, вектор слабых макроэкономических данных, думаю, никого не удивил еще один слабый отчет, потому что по факту мы увидели падение этого показателя на минус 1,4% против прогноза снижения на минус 1,5%. Через заказы в промышленном секторе можно делать вывод о том, что в целом весь сектор чувствует себя самым худшим образом, скажем, за последние несколько месяцев, что создает ожидания, такие же негативные, касательно будущих показателей по ВВП. Поэтому локомотив у валютного блока сейчас не такой уж и локомотив, он не тянет еврозону. В таком случае можно, опять же, делать ставку уже на слабости всей экономики валютного блока и находить уже и, скажем, национальные факторы статистического происхождения по статистике, по состоянию ключевых секторов экономики, чтобы оказывать еще, скажем, большее давление на позиции главного валютного риска. Плюс ко всему, помимо ЕЦБ, помимо ожиданий дополнительных мер экономического смягчения, помимо слабой статистики, мы, разумеется, не забываем и про конкуренты евро, американскую валюту, которая сохраняет по-прежнему предпосылки для роста, поскольку готовится к самому важному событию последних, можно сказать, даже последних лет, поскольку речь идет о нормализации денежно-кредитного курса. Теперь плавно давайте перейдем к, опять же, паре доллара и японская иена, это сейчас своевременно будет, потому что хочу как раз подвести итоги пятничных данных по состоянию американского рынка труда. Самый главный макроэкономический отчет прошлой недели, хотя, наверное, по уровню значимости с ЕЦБ и комментариями они находятся на одном уровне, потому что ЕЦБ создала условия для сохранения и актуализации наших идей на продажу евро, что касается американской статистики, то уже по факту можно говорить, что эта статистика стала еще одним аргументом в пользу более скорого повышения какосрочных процентных ставок, между прочим, впервые за 10 лет. Теперь о статистике. Non-farm payrolls. Число новых рабочих мест в месяц в хозяйственном секторе. По факту отчет 173 тысячи и прогноз 220. Вроде бы как все очень плохо. Действительно, фактический отчет не дотянул на 50 тысяч до прогноза. Это очень много. Согласен, будем объективны, что, наверное, в этом можно было высмотреть очевидный негативный фактор, провал по этому месячному отчету. И, соответственно, начать уже спекулировать на тему того, что ФРС и, в принципе, американская экономика еще не готова к тому, чтобы повысить процентные ставки и сознательно ужточить монетарный курс. Но это не так, потому что, помимо данных по числу новых рабочих мест Non-farm payrolls, была опубликована еще, по сути, статистика и уровень безработицы. Прошлые 5,3, а фактически сейчас 5,1. То есть, американский рынок труда находится в одном шаге от реализации своей долгосрочной цели, которая была поставлена еще после 2008 года. Мы традиционно анализировали данные по заявкам на пособия по безработице каждую неделю и, уже возвращаясь, опять же, на несколько недель назад, мы тогда говорили о том, что с учетом такой динамики американский рынок труда уже создал все предпосылки, чтобы достигнуть хотя бы одну из своих ранее выставленных серьезных целей. И эта цель фактически уже реализована. Я думаю, что динамика, в принципе, положительная сохранится. И к концу этого года мы смело выйдем вместе с американскими статистами на показатели по безработице 5%. И еще, наверное, больший упор нужно сделать на данные по росту заработных плат. Это одна из системных проблем, характерных для американского рынка труда. И почему нужно было обратить внимание на этот отчет? Я говорил, что в пятницу в ходе брифинга как раз именно динамика заработных плат может стать серьезным аргументом для расчета такого хладнокровного касательно решительности американского мегарегулятора. Потому что рост заработных плат как раз и создает весомое основание для роста индекса потребительских цен. Инфляция, которая сейчас маячит рядом с нулевыми отметками, но уже сохраняет тенденцию к росту. Рост заработных плат плюс 0,3%. С нулевой отметки поднялись за последние три месяца. И, в целом, за последние три месяца, можно говорить, у нас есть серьезные тенденции. Полагать, что этот отчет и индекс будет двигаться выше и постепенно разгонять общий уровень инфляции. Поэтому, если ситуация не изменит, если тенденция сохранится, то, наверное, в перспективе полутора лет ФРС сможет получить достаточно оснований для движения к целевому показателю по инфляции в 2%. Поэтому я считаю то, что мы получили достаточно аргументов за последнее время, указывающих на то, что американский мегарегулятор может действительно анонсировать это долгожданное решение. Еще в пятницу, помимо статистики, состоялась еще одна конференция представителей ФРС Лекера, где по факту того, что он сказал, можно уже сделать вывод о том, что есть еще один представитель, который склоняется в пользу повышения процентных ставок. Он, кстати, отметил, что на рынке уже, как мы констатируем, достаточно аргументов в пользу этого решения. И лучше сейчас уже переходить к нормализации денежно-кредитной политики, чтобы избежать формирования финансовых пузырей, которые сейчас, разумеется, рынку никак не нужны. Резюмируем. Статистика, спасибо ей большое, потому что, в целом, я считаю, наши ожидания долгосрочные и реализованы. Мы получили еще больше сигналов о восстановлении данного сектора экономики. Значит, с еще большим вниманием концентрируемся сейчас на 17 сентябре, то есть это тогда, когда пройдет заседание ФРС и будет опубликована обновленная процентная ставка. Доллар японская иена. Как отреагировала на отчеты? Локальная разгрузка. Ну, может быть, трейдерам нужно еще больше времени, чтобы объективно оценить этот фундамент. Может быть, сейчас на рынке действует привычная классическая торговая логика продавая на ожиданиях, покупая на фактах, но я считаю то, что 119, на котором недалеко от этого уровня, 119, даже, наверное, 30-40 – это актуальный сейчас курс пары на текущий момент. Это отличное значение ценовое для того, чтобы те, кто не присоединился к длинной сделке по американцу против японской иены, сделать это. Потому что потенциал роста, как я уже отмечал, серьезный, мы нацелены на движение в район 125. 600 пунктов, и, в принципе, это расстояние может быть пройдено вот буквально в перспективе двух недель. Я считаю то, что цель стоящая и игра стоящих свеч. Актуализируем цели. USD иена 125. Ждем тестирования этого сопротивления. Далее другие активы. Фунт. Поскольку на прошлой неделе против доллара фунт мы реализовали нашу среднесрочную цель, можно сказать, даже долгосрочную, уровень 1,53, взяли паузу. Напомню, что решили дождаться американской статистики и уже в понедельник, то есть сегодня, вернуться к ценовым ожиданиям, к дальнейшим целям по этой валютной паре. Предлагаю, собственно, это сейчас и сделать. Актуальные уровни 1,5080 и, судя по фундаментальному фону, действительно у нас пока по-прежнему больше оснований продолжить продавать британцев против американского конкурента. Поскольку статистика, вроде бы как, опять же, на прошлой неделе, особенно сектор услуг разочаровал. Промпроизводство мы еще позапрошлой неделе знаем, также оставляет желать лучшего. Темпы ВВП. Ну, хорошо, темп ВВП вроде бы как ничего, отчет, но в целом там не прослеживается еще тенденция реального восстановления. Повышение процентной ставки. Знаем то, что это решение ушло на очень поздний срок. Что касается достижения целевого показателя по инфляции, от которого, собственно, и будет зависеть ужесточение монетарной политики Банком Англии. Тоже на 2017 год отложено. Но я думаю, что, учитывая последний прессинг на цены на энергоресурсы, на инфляцию будет оказано еще больше давления. И, может быть, даже 2017 год также не станет тем временным интервалом, когда удастся достигнуть целевого показателя по инфляции. Это касательно британского мегарегулятора. Плюс ко всему мы знаем, что уже в самое ближайшее время вернемся к политическому подтексту, еще связанному с членством Британии в рамках Европейского Союза. Пока идут обсуждения, но все больше противников, скажем, такого союза. Может быть, в связи с этим, скажем, через несколько месяцев у нас будет появиться, точнее, еще более серьезный фактор негатива для британца, более серьезный, чем фундамент. И этим, скажем, фактором станет уже политика. Поэтому давайте посмотрим на перспективы этой валютной пары, фунт-доллар, опять же, с точки зрения медвежьих настроений. Сейчас, точнее, в пятницу мы видели, как пара достигла своего локального дна. Это минимальный уровень с июня. И на самом деле на уровне примерно 1,50-1,50 сейчас значится неплохая поддержка, от которой в данный момент и пошел отскок. Я считаю то, что можно войти снова в сел британца против доллара после того, как пара закрепится ниже уровня 1,50-1,50. Можно прямо туда поставить отложку сел стоп. И будем ждать возможности движения к следующей поддержке, которая уже находится в районе 1,50. То есть потенциал коррекции будет 150 пунктов. Замахиваться на больше пока не будем. Спасибо британцу, уже и так позволил нам получить достаточно профита. Но сейчас еще можно немножко урвать именно из того, что предпосылки для коррекции сохраняются. Австралиец. Также мы реализовали нашу долгосрочную идею 0,70. Напомню, прокатились с уровня 0,8. И в конце недели также взяли паузу буквально до сегодня, чтобы после американской статистики оценить перспективы, в принципе, и этого валютного актива. Что мы имеем сейчас? Мы имеем слабые данные по ВВП. Отвратительные ироничные продажи. Имеем падение инвестиций, капитал вложений в этот сектор. Рынок труда также оставляет желать лучшего. Снижаются цены на сырьевые товары. Главный риск для Австралии, наверное, сейчас остается девальвация юаня, поскольку эта мера была направлена на поддержку национальных производителей. Соответственно, условия для экспорта улучшаются, для импорта, наоборот, уже нет. Становятся более худшими. Поэтому страдают основные статистические партнеры. Среди, скажем, основных из них как раз Австралия и обладает таким статусом. Плюс ко всему, в начале брифинга отметил, что мы до сих пор не можем закрыть тему с потенциальными рисками, которые идут со стороны Китая. Поэтому в случае усугубления ситуации, сохранения понижательного тренда по данным ВВП, я думаю, что сырьевые активы, поскольку они номинированы в долларах и еще через усиление позиций американца и через падение спроса будут, опять же, двигаться к более низким локальным минимальным ценовым значением, что в целом будет оказывать еще больше давление на сырьевые страны, к которым относится и Австралия. И еще третий аргумент, серьезный для того, чтобы сохранить коррекционную ставку по австралийцу, это все-таки ожидание еще одного снижения процентной ставки. Учитывая последнюю статистику, я думаю, что снижение, еще один шаг по смягчению экономической политики может произойти уже в перспективе ближайшего квартала. А значит, после того, как мы опустились ниже уровня 0.70, актуальной котировки 0.6020, я думаю, что можно заходить на SELL и делать еще, скажем, дополнительную коррекционную ставку на то, что пара австралийцев против доллара сможет просесть, пока в качестве цели поставим значение 0.67. То есть потенциал коррекции 200 пунктов, я считаю, что также стоящая и интересная инвестиционная идея. Что касается кодового слова на сегодня, это резерв, еще раз напоминаю, величина бонуса 5%, и если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Тогда большое спасибо за внимание, ждем комментариев и, разумеется, вопросов на нашем официальном канале на YouTube «Амаркетс», оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok